Предлагаем вашему вниманию рассказ Евгения Воробьева «Адмиралтейская игла». Читает Клавдия Блохина. «Адмиралтейская игла» Рассекая поток воздуха, плывет в небе трехмачтовый фрегат. Влажный ветер ударяет влитые паруса, и, повинуясь стихии, фрегат меняет курс. Он стремится вдаль, как вдохновенная мечта зодчего Андреяна Захарова о процветании флота российского. Когда серое мокрое небо повисает над шпилем «Адмиралтейство», фрегат очерчен смутно. А в погожий день отчетливо видны его корпус, оснастка, бушприт, вонзенный в синий простор. «Адмиралтейская игла» Не думала Ольга, что еще раз увидит корабль «Флюгер» так близко. Снова коснется его руками. А он, послушный каждому прикосновению, будет отклоняться от своего курса. Высота ощущается в полной мере, когда стоишь на карнизе, на самом краюшке портика. Но это ощущение еще острее на шаткой дощечке, висящей в веревочных петлях. Маляры называют такую дощечку душегубкой. На ногах скальные ботинки с подошвой из фетра, в них не поскользнешься. Но Ольга лишь изредка ступает на карниз, на капитель колонны и часами работает в подвешенном состоянии. Под ногами живая карта города. Дельта Невы с ее причудливыми рукавами, Синеголубыми сейчас под солнцем и темно-серыми, почти черными в непогоду. Край карты заливает Балтика. На берегу ее властно и дерзко был город заложен. И пушкинская строка, ногою твердой стать при море, Звучит в ленинградской стратосфере еще прекраснее и выразительнее. Ольга в один огляд видит свой город, зажатый в кольцо блокады, Вместе с прифронтовыми окраинами и предместьями. Два фронтовых года назад Ольга впервые поднималась на Адмиралтейскую иглу. День выдался такой же погожий. Слепило золото, расплавленное солнцем. Восьмигранный шпиль, шар, короны и фрегат на его острие Резали глаза нестерпимее, чем альпийский снег. И дымчатые очки были очень кстати. Тогда еще в верхний край балюстрады не ударила бомба. И все двадцать восемь статуй стояли над колоннами целехонькие. Тогда еще осколок не изувечил барельеф, Не пробил грудь богини Афины, награждающей моряков. Тогда еще не были выщерблены осколками колонны и портик. Курсанты училища Дзержинского ушли из Адмиралтейства на фронт, А в швальню училища Аврал. Швии, которые из года в год обрежали курсантов в бушлаты и брюки-клеш, Краили по исполинской выкройке защитный чехол. Не с портновским сантиметром, а с рулеткой в руках ползали по полу закройщицы. Конечно, проще замазать шпиль защитной краской. Но его пришлось бы потом, если шпиль сохранится, золотить заново. С краской неминуемо смоют, соскоблят по золоту. Изготовить чехол оказалось легче, чем забраться на самую макушку шпиля И укрепить там блок, накинуть петлю, поднять свернутую мешковину. Бобров, земба, шостаков – смелые альпинисты, Но и им еще не приходилось покорять вершины такой категории трудностей. Так аккуратно выкроили и прочно сшили чехол тогда, в сорок первом году. Но при вратности и ненасти восьми минувших времен года Растрепали чехол, как подол старой юбки, превратили в лохмотья. Мешковина сгнила и стлела, ее посекло шарапнелью. Прорехи в серой маскировке выглядят золотыми заплатами. Ольга знает, что враг в четырнадцати километрах от Адмиралтейства, Что наш передний край в четырех с небольшим километрах от Путиловского завода. И для того, чтобы лишить дальнобойной батареи врага точных ориентиров, Нужно было замаскировать все золотые вершины Ленинграда. Вот верхолазы и кочевали эти два года по куполам, шпилям, колокольням. В ноябрьскую непогоду Ольга и ее подружка Аля Пригожева Укрывали шпиль инженерного замка. И день короткий, и глазам тревожнее, Потому что не гаснут зарево и зорница батарей. И рукавицы не выручают, Иголку держишь голыми пальцами. И ветрозащитная альпинистская штормовка связывает движения. И вместо скальных ботинок 36-го размера Ольга обута в сапоги номер 44. Она обморозила ноги на Эльбрусе. И в холод натягивает две пары носков, А поверх наматывает шерстяные портянки и бумагу. И два берета надела на голову, Оба на векрень. Один прикрывает левое, другой правое ухо. Тёплой обителью представлялась в те часы Ольги Её выстуженная промороженная комната. Давно безгласен рояль, Пылятся нетроганные ноты. На пипитре лежит дирижёрская палочка. Казалось, что это было совсем в другую эпоху. Она дирижирует детским хором. И звонкий поток ребячьих голосов, Послушный мановению её волшебной палочки, Властно увлекает сердца маленьких хористов И всех, кто их слушает. Субтитры создавал DimaTorzok Допоздна под звуки бомбёжки Маскировали подруги остроконечья инженерного замка. Когда окоченевшая Ольга доплелась до дома, Мать её, страшно волнуясь, Рассказала, что, проходя мимо инженерного замка, Видела на шпиле двух верхолазов. А тут начался воздушный налёт. Фашисты забросали замок Зажигательными бомбами. Боюсь, пострадали, Тяжко вздохнула мать. И верёвки охранные могли сгореть у них, И в дыму задохнуться недолго. Отчаянные головы. Ольга промолчала, Не посмела признаться матери, Что это она и Аля Почти полсуток висели над инженерным замком. Под ними тушили пожар Бойцы пожарной дружины. Сейчас Ольга поглядела вниз, Где стоят на высотной вахте товарищи. У Тани Визель лицо спокойное. В мирное время Ольга ни разу не ходила в горы В одной связке с Таней. Случай разводил их в разные группы. А нынче Таня и чаще других Держат в своих руках жизнь Ольги. Когда требуется Тане, Хоть и обессиленная и голодом, Продрогшая, Стоит на страховке По много часов подряд. Она повинуется святым законам альпинизма, Когда несколько судеб Связаны канатом в одну судьбу. Таня ослабела, И в последнее время Наверх её не пускают. Но как неоценима её помощь. Хмурый Як-Якоч Из инспекции по охране памятников Относится к маскировщикам снисходительно. Я, мой, мне, меня. Запущенная форма ячества. Попадаются такие люди, Которые делятся только на себя И на единицу. Як-Якоч Изнемогает от любви к себе. Он привык слушать только себя. А других слушает небрежно, Перебивает. То и дело вопрошает, Вы усвоили мою мысль? Вы меня правильно поняли? Хотя при этом не говорит Ничего глубокомысленного. Нет сегодня осветителя Студии Ленфильм Алоизия Августиновича Зембы. Его ласково называли Люсей. С трудом Люси уговорили Эвакуироваться на большую землю. Он лежал на носилках Кожи да кости, Шепотом ругал себя И просил прощения у товарищей За то, что бросает их в опасности. Трудно было поверить, Что это он с Мишей Бобровым Забирался на шпиль Петропавловского собора. Мучительный груз опасности Невзгод взяли тогда На свои исхудалые плечи Зембы и Бобров. Удивительно, как они вдвоем Могли сделать то, Что казалось немыслимым. Замаскировать на ледяных сквозняках Шпиль Петропавловского собора. Алоизий, мучимый злой цингой, Стал почти неузнаваем. Впрочем, разве сама Ольга Теперь похожа на себя? От прошлого только густые брюки, Крови да тёмные волосы, Гладко причесанные на прямой пробор. От настоящего Страдальческие складки у губ, Острые скулы, Туго обтянутые кожей, Усталый взгляд, Потемневшее лицо, То ли обожжённое ветрами, То ли закопчённое дымами. Где она была и селёнка, Куда запропастились сноровка и ловкость, Которые не раз выручали на трудных скальных маршрутах. И теперь Ольге нередко приходилось делать шпагат, Работая рядом со статуями, Венчающими блюстраду. Одна ступня в воздухе В верёвочной петле, А пятка другой Упирается в лоб Александру Македонскому. Великий полководец прощал ей Вынужденную непочтительность. А когда маскировали колокольню церкви Иоанна Претечи, Ольга шила, повиснув вниз головой. Когда они забрались на купол Никола Морского собора, Под Шестаковым стал гнуться крест. В другой раз лопнула сгнившая верёвка, И Шестаков едва удержал Ольгу от падения. Она опасно покачнулась, стоя у него на плечах. Ещё в начале работы, Когда Ольга висела на шпиле адмиралтейства, Снизился миссер Шмидт И дал длинную очередь из пулемёта. Немец боялся задеть за шпиль, Но пролетел близко. Под прозрачным колпаком кабины Ольга видела лётчика в шлеме и очках. Стежок за стежком, Стежок за стежком. Откуда-то слетелись ласточки. Они ведут себя беспокойно, Шумно хлопают крыльями, Кружатся, предупреждающе кричат. Никогда Ольга не видела ласточек так близко. Голова, спина, хвост и крылья чёрные, А шея, грудь, брюшко, Над хвостей и пёрышки на ногах белые. Ласточки мельтешили вокруг И чуть ли не садились ей на голову. Самая дерзкая клюнула в руку, Державшую иглу с парусной ниткой. Ольга пригляделась, Сунула руку под выступ, Который обшивала. В глубокой нише Лепилось ласточкино гнездо. Птенцы увидели подлетевших родителей И начали возню. Ещё минуту назад они сидели, Притаившись, напуганные соседством человека. А теперь попискивали, Даже слабо кричали. Дрочливые птенцы, Их было не то четыре, не то пять, Толкались, клевали один другого, Били крылышками, Воевали из-за места возле литка. Все, как по команде, Раскрывали рты. Голод нетерпелив. Обшить выступ, Затянуть чехол со всех сторон, Обречь пернатую мелизгу на гибель. Выход один. Вырезать дырку В мешковине напротив гнезда. Оставить своеобразную форточку, Куда могли бы залетать ласточки, И откуда птенцы Вылетят на свою первую прогулку. По-видимому, Их воздушные крещения Уж не за горами. Птенцы расправляют крылышки, Подымают за спиной, Трут их одно от другое. Хлопот с этой форточкой немало. Следует надежно Обметать мешковину по краям. Стежок за стежком, Стежок за стежком. Ольга шила, Отмахываясь, Отбиваясь от ласточек. Зловещее шуршание Заглушило крики ласточек И хлопанье крыльев. Тяжелый снаряд ударил в небу. В опасной близости С дворцовым мостом Взметнулся зелено-голубой Столб воды, Ослепивший алмазным блеском И тут же опавший В пенный водоворот. Еще один снаряд Разорвался на бульваре И выкорчевал Вековую липу. Внизу задергали за веревку. Но и без сигнала Она поняла, Что объявили тревогу. В такие минуты Становятся вовсе пустынными, И набережная, И дворцовая площадь, И то место, Где поблескивают В крутом вираже Трамвайные рельсы, И берет начало Невский проспект. Еще несколько снарядов Разорвалось поблизости. А вдруг у фашистов Сегодня под прицелом Зимний дворец Или Эрмитаж? Сверху не видать, Но Ольга знает, Что при входе В Эрмитаж На портике, Которые держат Гранитные атланты, Зияет глубокая трещина. Эрмитаж Значится у гитлеровцев Как объект номер 9, Дворец пионеров Объект номер 129 И так далее. Вся карта Ленинграда Разделена на квадраты. Фашисты вели огонь И по трамвайным остановкам, Где скапливался народ, Поэтому остановки перенесли. Какой артиллерийский налет Обрушился на город? Кратковременный или длительный? Если надолго Нужно спускаться. В минуту обстрел Уязвимы не только Голова и туловище, Но и все канаты, веревки, Какие тянутся к альпинистке Или от нее. Ольга уже складывала В сумку противогаза Свой портновский арсенал, Но услышала писк птенцов Откуда-то справа. Прислушалась, Ощупала нижний край карниза, Второе гнездо, Третье, А в самом углу четвертое. Гнезда лепились к карнизу Всюду, кроме северной стороны. Спуститься и оставить Птенцов на погибель. Налет может продлиться И до вечера. Белые ночи давно улетучились, Ночь придет безлунная, Сюда не подняться до завтрашнего утра, А может, и несколько дней. Ольга долго не раздумывала И решительно достала инструменты, Дав спороть чехол, Вырезать новые оконца. Уже несколько раз Снизу дергали за веревку, Но Ольга не подчинилась. По альпинистским законам Нельзя приказывать тому, Кто при восхождении Находится выше других. Стежок за стежком, Стежок за стежком. Ну, вот и последний стежок. Обрезана крученая парусная нитка. Можно, наконец, Убраться подальше От воинственно настроенных ласточек И начать спуск. Напоследок она обвела взглядом Пустынную дворцовую площадь, Улицы, набережную. Посмотрела на уродливые Дощатые сооружения, Которым закрыт медный садник. Спускалась она торопливо, Как бы стараясь наверстать То время, Какое заставило прожить В опасности заодно с собой Голодных товарищей. Чего не знала И не могла знать Ольга, Спускаясь на землю. Она многого не знала. Она не знала, Что 24 января 1944 года, В день, когда снимут блокаду, Увидит праздничный фейерверк, Услышит отголоски салюта. Она не знала, Что ей посчастливится 30 апреля 1945 года Подняться на шпиль Еще один последний раз, Острым-приострым Кухонным ножом Распороть чехол И сдернуть его. На бульваре будет сверкать Метью духовой оркестр, И по мере того, Как Ольга станет спускаться, Все слышнее будут литавры, Басовые вздохи геликона. Поближе к земле возникнет И мелодия Марш Прощание со славянкой. Дирижер примется Махать руками, И Ольга вспомнит О своей давным-давно Беззвучной дирижерской палочке. Наверх донесется Праздничное ликование толпы, Чехол, распоротый ею, Опадет торжественно, Как покрывало, Сдернутое с вновь Открываемого памятника. Все залюбуются Сбереженной красотой, Станут щуриться От золотого блеска. И светла Адмиралтейская Игла. Она не знала, Что в числе маскировщиков В тот торжественный день Не будет Алоизии Зембы. Он погиб в пути На большую землю. Она не знала, Что чеканный силуэт Адмиралтейства Будет жить на медали За оборону Ленинграда, Станет символом И гербом города. Она не знала, Что в августе победного года Снова окажется В альпинистском лагере Под Эльбрусом, И у нее хватит сил Подыматься на труднодоступные вершины. Она ничего не знала И не могла знать о будущем. Но именно в ранние июльские сумерки 1943 года, Когда спускалась со шпиля, А неугомонные ласточки Летали у своих гнезд Высоко над ее головой, Кольге пришло Пречувствие скорой победы. И она ощутила дыхание Жизни, отвоеванной у смерти. Субтитры создавал DimaTorzok Чем ниже спускалась она, Тем больше беспокоилась, Как ее встретит. Сложив ладони рупором, Сердито кричал ей Як-Якоч, не разобрать, что именно. И едва она успела ступить на землю, Прозвучал отбой тревоги. На улицах возобновилось движение, Донесся трамвайный тресбон, Гудки автомашин. В ранние сумерки Чехол из мешковины Не так выделялся на синий-сером небосклоне. И хотя Ольга сама маскировала шпили Этим уродливым мрачным покрывалом, Все здание Адмиралтейства Было по-прежнему исполнено Для нее сокровенной красоты. Чуть пониже фрегата, Венчающего иглу, В шаре хранится металлический ящик, А в нем медная позолоченная доска И ларец. На доске выкровировано, Что шпиц обновлен под золотчиками Ижорских мастерских, На что истрачено Столько-то червонцев. В ларце лежит пожелтевший конверт С портретами их величеств, Александра Третьего, Царицы Марии Федоровны, И их отпрыска Николая. Там лежат также биржевая газета, Петербургская газета И новости от 25 октября 1886 года. «Положить бы в старинный ларец И газеты за тот день, В который будет сдернут чехол, Размечталась Ольга. Положить бы в ларец хлебные карточки, Положить под стеклянный колпак Порцию черного хлеба, 125 блокадных грамм С свинцом и кровью пополам». Оставить потомкам конверт С фотографиями героев Ленинграда. Хорошо бы в конверте нашлось место И для Али Пригожевой, Алоизии Зембы. Она запрокинула голову И пристально вгляделась туда, Где недавно висела на веревочных петлях. Снизу прорех в чехле не увидать, Но она хорошо знает, Где лепятся ласточкины гнезда. Вы слушали рассказ Евгения Воробьева «Адмиралтейская игла». Читала Клавдия Блохина